Друзья, я сегодня не случайно возле офиса Музыни Дистрел. Сейчас вы узнаете почему. Я бы хотел рассказать об их интересном направлении. Это детский лагерь Эллен Кэмп. И меня, как от 100-4 детей, не может эта тема пройти мимо и каким-то образом не волновать и не быть интересным. В общем, что я могу сказать по этому поводу. Сам я раньше ездил в свои юные годы в лагерь практически каждый год. Но в лагере на море мне удалось побывать всего лишь один раз. В лагере на море это очень круто. Я вспоминаю свои юные годы. Я ездил в лагерь каждый год. В обычный лагерь, как и все за городом, отдыхал несколько недель и возвращался. И вот когда мне было 13 лет, отец мне предложил, куда хочет проходить лагерь, в обычный или на море? Я говорю, конечно, на море. Я знал, что он себя наверняка какие-то расходы сократил, но он решил позволить мне в этот лагерь. Конечно, он легче был немного дороже, чем обычно, но тем не менее. И в итоге, так я и попал в этот лагерь. Отдых на море в лагере – это очень интересное и увлекательное путешествие. Ты летишь на самолете, прилетаешь в другую страну или, как я, я летел просто в другой город. Ты видишь абсолютно других людей, абсолютно другая обстановка. Это очень круто и интересно. Поэтому, если у вас есть такая возможность, рекомендую вам, родителям, отправлять своих детей в лагерь на море. Это действительно увлекательное путешествие, которое запомнит на всю жизнь ваши дети. Ну и наверняка, я понимаю, у вас накопились вопросы, как можно доверять, как можно отправить одного ребенка, что это вообще за лагерь, кто там является руководителем, что там с медициной, какое там питание и так далее. Очень много вопросов, которые наверняка вы хотели бы знать. Поэтому, что мы делаем? Прямо сейчас мы отправляемся с вами в Грецию и возьмем интервью у самого господина Эскуруса, который является владельцем этого лагеря. И программа Эллин Кэмпс Музинист Тревел нам успешно организовала эту поездку и мы летим в Грецию. Прямо сейчас. Курос, спорт онлайн гичкоэмп. Это говорит о том, что мы приехали в лагерь для детей, находящихся в Греции. В этот лагерь вы можете отправить своих детей, начиная с 7 лет и до 16. Они могут сюда приехать одни в сопровождении Музинист Тревел или вы можете сюда приехать вместе и пойти отдыхать в один отель, а детей отправить в этот лагерь. Поэтому рекомендуем вам этот формат отдыха для ваших детей и сейчас мы все подробно об этом расскажем. Музинист Тревел Музинист Тревел Музинист Тревел Музинист Тревел мира, от 5,5 до 16 лет, на данный момент, еще пока лагерь не открылся, откроется 8 числа, поэтому, собственно, если тут что-то увидите какие-то работы и так далее, то уж не описывайте. Канта Сίνоса имеет 6 птерьев, 6 маленьких хорьев. Соответственно, АТ разделен на 6 крыльев, 6 маленьких детских сёг. Одна, соответственно, одна из этих секций, одна из секций, русскоязычная, не только российская, русскоязычная. Браво. У нас есть 2 хорьев, одна сербская, и 2 интернациональные. ВЕВЯЕОС, ТА ПЕДЬЯ, БОРУН НА МЕННУ СОПКИЯ ПТЕРИГА ТЕЛУН, ДЕ СЕМЕННИ ОТИ ОТИ ВЕВЯЕОС, ТА ПЕДЬЯ, БОРУН НА МЕННУ СОПКИЯ ПТЕРИГА ВЕВЯЕОС, ТА ПЕДЬЯ, БОРУН НА МЕННУ СОПКИЯ ПТЕРИГА ВЕВЯЕОС, ТА ПЕДЬЯ, БОРУН НА МЕННУ СОПКИЯ ПТЕРИГА Соответственно, если приезжают просто группы из России, то они автоматом идут в русскоязычный сектор по той причине, что, ну, если вы не оговариваете что-то отдельно, по умолчанию, да. ЭПИСИЗ, ТА ПРЕБИ НА КСЕРЕТЕ ОТИ ОТИ ИСТИРОСОФОНИ И ПТЕРИГА ТО ПРОСОПКО ИНЕ ОЛО СХЕДОН ОПОТИ МОСКА ДЕКА ОТОМА ИНОПОТИ МОСКА КЕЙ СЕКЩЕН МАНЕДЖЕР, ДЕЛАДИ КЕЙ ДИЕВСЦИИ ДЕРЕТС ПТЕРИГА ИНИКИ АПТИ ПУНЕ ПАРА ПОЛА ХРОНЯ МАЗИМАС ИНЕ ПО ТИ РОССИЯ КАПИЯ ПО САС ТА ПРОЕБЕНЯКИТЕ СИЗИТИСИМЕ ДИНА НАСТАСИЯ, НАСТЬЯ, ПОТИ НА ЛЕВМЕ МИСЕ ДОПЕРА Соответственно, в русскоязычном крыле там 18 все именно старшин, которые находятся, это все, в данном случае, все они из Москвы, в том числе и Настя, которая является вожатой всей русскоязычной секции, она тоже из Москвы и, возможно, вы даже с ней как-то вступали в контакт, когда осуждали какие-то вопросы по программам Лагеря Скорость. Вероятно, есть и 6-7 международных команды в этой территории, и 3-4 из Европейских, и 2-3 из Москвы. Также 7 звеньевых присутствуют во всех остальных крылах, которые построены в интернациональном крыле. Соответственно, из них 2-3, в данном случае, из Европейского Союза, и 3-4 Греки. И 2-3, в данном случае, и 2-3, в данном случае, не по поводу национальности, не по поводу религии, то есть, в данном случае, здесь можно встретить и детей, например, православных, детей мусульман, детей католиков, детей буддистов, соответственно, из Китая, например, где вообще другие верования какие-то из разных регионов Китая. то есть, философия, в данном случае, вот этого лагеря, она быть немножко выше национальности и выше религии, то есть, интернационализм. Также, соответственно, какие-то политические перелигии, тоже никого не задевают. В национальности русские, китайцы, американцы, кто угодно, то есть, тоже ни в коем разе это не влияет. Не интересует цвет кожи. Ну и, соответственно, девочки, это и не мальчик тоже никого это не задевают. Ко всем отношения одинаковы. Ну вот, друзья, мы как раз посмотрели, послушали нашего руководителя этого лагеря, владельца, и сейчас мы пойдем уже посмотрим. Напоминаю, что этот лагерь еще не принимает пока гостей, потому что на улице у нас всего лишь сегодня 29 мая, а скоро сюда заедут ребята, что-то готовятся, подготавливаются. Поэтому сильного внимания не обращайте. Допустим, сейчас я вам покажу бассейн, в нем пока еще нет воды. Ну, естественно, все пока еще в процессе подготовки. Будут зонтики, лежаки и так далее. Вмещают в себя более двух с половиной тысяч ребят. Вы все услышали сами своими ушами, увидели глазами, что здесь нет никакого предвзятого отношения к национальностям, религиям и так далее. Абсолютно все свободно, и цель быть выше всего этого, и просто отдыхать, общаться и развивать себя, и видеть разных других людей, разных других детей. И это позволяет вырасти им морально, эмоционально, и духовно, и во всех смыслах вашим детям. Поэтому это хороший вариант для проведения отдыха вот такого, тем более в теплой стране, с хорошим климатом. И мало того, что ребенок ваш будет оздоровляться, он еще и проведет время интересно с людьми. Как вы можете сделать джакузи? Добрый смайл. И, соответственно, как бы представление, естественно, устраивает, причем вот именно здесь, например. С правой стороны. Итак, в маленьком бассейне будет сделано джакузи. Большой бассейн сейчас перезаполняют. Снимай снимание. Каждый вечер здесь могут собираться до 1300 человек. Окей, ладно. Здесь мы посмотрим сейчас одну комнату, и потом зайдем в русскоязычное крыло посмотреть там. Все удобства. Живут в таких комнатах. Туалет здесь, да? Туалет, да, у нас тут. Во всех комнатах есть туалет. Мы сейчас идем в русскоязычном крыле. Можем сейчас посмотреть все комнаты. Вот так вот расположены корпуса, то есть, соответственно, дети живут в одном из корпусов. Конечно, они живут все вместе, чтобы это было удобно, весело. Они по отдельным номерам, естественно. Ну, и у них постоянно здесь проходят какие-то программы. Я думаю, здесь владелец этого лагеря о деле гораздо больше расскажет. Сейчас мы продолжим этот диалог. Каждая комната оснащена туалетом и душем. Ну, помимо того, также есть и общие употребители. И также общие души тоже есть в каждом крыле. Тоже. А что здесь за место? Это греческое, как бы, считается крыло, но русские тоже. В основном те, кто уже несколько лет, третий, четвертый, пятый год прибывают они. Вот очень многие остаются именно в этом крыле. Итак, здесь также проводятся занятия стрит-данс, хип-хоп и брейк-данс. Здесь, соответственно, тренировка. Здесь билг-понг также. Здесь есть также комнаты для проведения разных занятий. Сейчас, конечно, там лежат всякие различные вещи. Сейчас все подготавливается. И здесь будут разные кружки проходить. Занятия, танцы, обучение музыкой, ну и так далее. Много различных кружков. Проходим. Вот сейчас мы находимся в том месте, где эти принимают пищу. Здесь русское тролло, в котором свое меню для русских. Это национальное меню. Потому что у всех, как бы, разные блюда. Кто какое привык, кто ест, такое и готовит. Так что за еду может и здесь не переживать. Здесь находится кабинет врача. Три врача. И шесть медсестр. И шесть медсестр. И шесть медсестр. Соответственно, как бы, два врача здесь русская. Ну, русскоязычная. Липон. И паргунтесерена ротирия. Соответственно, здесь находится также четыре вот его помещения. Автопукан методореный, веокенурый, эксидостирия. И паргунтесерена ротирия. Две вот здесь вот, соответственно, два помещения для того, чтобы проверять анализ. Две лаборатории, в общем. Вот так, два лаборатории, да. Понял. Если человек идет затосп matter, один бать институции заслуживает, то есть� breast premiers очень закрыт. Один alimentos не может dip solid. У надо 200,000¡. У нас есть труд should difference. У нас есть разумные проблемы. Мы не будем жить ничего с einem ref messages. Никогда здесь не будет ни когда-либо. У нас есть. И если... если есть 그냥 какая-то проблема со здоровьем, в данном случае правилом лагеря является, то есть если даже не хочет Вот в этих больничных помещениях всё равно остаётся абилата под присмотром врачей. Ну и, например, если вдруг это что-то, не дай бог, серьёзное, в таких случаях всегда здесь находится дежурная машина, которая доставит ребёнка в больницу. Если, перед тем, как ребёнок должен отправиться в больницу, сраду же сопровождающие группы оповещают родителей в любом случае. Соответственно, главный по ответственности за всю русскую группу русскоязычную, всегда, соответственно, сопровождает также этого ребёнка в больницу в том числе, и с одной медсестрой тоже. То есть два человека, без двух вот этих человек, сопровождающих серьёзно больной ребёнок, он токовый сопровождение покидает лагерь в сторону больницы. Идём дальше, смотрим. Вот я вам сейчас покажу обзор ещё лагеря с этой стороны с более высокой точкой. С левой стороны четыре корта с искусственной травой, также ещё одно с другой стороны. Это интернациональная деревня для всех участников лагеря. Здесь ещё один бассейн. Дети разных национальностей живут, общаются между собой, проводят активности разные и так далее. И позади находится также большое футбольное поле. Итак, дети живут именно по каждодневной программе, они, соответственно, живут, они подразделяются по комнатам. На одном поле находится комната номер один, комната номер два, на другом, допустим, на баскетбольных кортах, к примеру, находится комната номер два, номер три, номер четыре и так далее. А те, которые были до этого времени на баскетболе, пойдут на футбол, а те, которые были, соответственно, на баскетболе, вернутся на футбол или пойдут на теннис. Следующая часть. Вкратце можно сказать, что получается так, что программа каждой комнаты расписана, каждодневная программа расписана по комнатам. Каждая комната имеет свой распорядок. Каждая комната имеет свой распорядок. В одной мере, λοιπόν, утреная программа, например, для одной комнаты, спорт, для другой, например, в то же время, например, или вечерняя, например, море, к примеру. В другой день все может поменяться. С двух тридцати до четырех тридцати это занятия по английскому языку. И, соответственно, когда идет уже вечерняя программа, когда возвращаются все с моря вечером, то вечерняя программа уже идет общая для всех. В этом крыле вечером... Допустим, это вечеринка около бассейна. В другой вечер... На следующий, например, это соревнование в песенном искусстве. На следующий вечер еще. В финале, друзья, это спорт. На меня фотография, Россия, Италия, Испания... Спорт, например, это футбольный матч России и Греции, России и Испании или... Любые виды спорной, не только в футболе, если сказать. Окей, я порадим от этого. Например, также один раз в неделю идет экскурсия в Афитус. И, например, на другой какие-то педагогические игры, например. Каждый вечер делается что-то другое. Это... Может, вы утром примерная распоряженная работа, конечно же? И... Что надо делать на каждом иmedi Georges Д柄? ...а у свое время одновременно всего. И что такое? Возможно, они знают. Возможно, они. Возможно, они ищут за неделю. Возможно, они могут это запрещать в этих местах. Или, в принципе, на неделю к сети. А, например, может Настя, которая заведует русским крылом, к примеру, это озвучит каждый день вечером. Она, соответственно, берет эту программу от Центрального совета, Центральной комиссии. Ну, а как бы, допустим, обозначить какие-то новшества, допустим, программу всю каждую неделю или каждый день, это уже дело личное каждого ответственного. Да. Во-первых, если что, если у детей есть деньги, то они не смотрят, есть ли у них деньги или нет. Если кто-то не хочет, их сдавай до поживания. Но у них есть банк. То есть, они относят деньги в самом начале, кто хочет, а потом снимают там, не знаю, 5-10 евро, 20 евро, на сколько времени, на 20-10 день. Очень важно, что дорогие вещи разные, предметы там, роскоши, еще что-то, все это не должен мне привозить, это в лагере запрещено. То есть, если кто-то это берет с собой, это теряется, лагерь за это ответственности не несет. Что по безопасности детей? Понятно, что огорожено все, но кто следит, чтобы дети не подпитали территорию лагерь? Пьется лент, я думаю, на мифиге, капео пыли, эктош, эктош, когда скириваешься. Камеры и также, соответственно, специальные люди, которые за этим присматривают. Ну вот, друзья, мы идем на посадку компанией Delinair. Да, да. Друзья, ну вот мы и вернулись из Греции. Побывали в этом замечательном лагере, пообщались с господином Скурусом, он ответил на все наши вопросы. Мы посмотрели территорию, инфраструктуру лагеря, познакомились более детально. Надеюсь, у вас уже больше доверия к этому лагерю, и вы уже готовы отправить своих детей в этот лагерь, для того, чтобы они вернулись счастливыми и отдохнувшими, и запомнили свой отдых этот на всю свою жизнь. Ну, а все-таки, если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их ниже по ссылке под этим видео. Там я оставляю ссылку на прямой свой WhatsApp, а также ссылку на свой сайт. И там, и там вы можете оставить свои вопросы, и я оперативно вам на него отвечу. Обязательно подписывайтесь на мой канал Георгиев Тревел, пишите комментарии, ставьте лайки. Всегда приятно видеть обратную связь. И скоро увидимся. Нас ждут новые страны, новые впечатлены, и, как всегда, семейные путешествия с детьми. С вами был Павел Георгиев. Георгиев Тревел. Полетели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова